Что Паро высасывает из святости? Если мы переведем на Внебарух, что он у нас забирает? Вся его прибыль от того, насколько он может нас запутать в любви между товарищами. В этом его прибыль. Конечно, заглотил войско и отрыгнул то, что называется, то есть все потом возвращается в святость, но длинным путем. И не может быть по-другому, потому что иначе не будет свободы выбора. Здесь мы должны противостоять Творцу или Фараону. Это одно и то же. Более, это очень явно выпукло видно в Мигелат Истер на Пуримском. Когда Ахашвайрош и Аман как бы вместе находятся и вместе встают против Мардыха и выполняют различные там действия. Мы так должны это видеть, что, конечно, этот Творец играет с нами в виде двух этих образов. И его прибыль в том, что он обучает нас к большей чувствительности, к намерениям лишма. Вы сказали, что Фараон наслаждается работой израильтян. От чего он наслаждается? Конечно, желание получать наслаждается. Если у тебя не будет желания отдавать, внутри желание получать, то желание получать подобно неживому растительному и животному. Как развился человек из обезьяны? Обезьяна действует инстинктивно и в ней ничего нет. Это очень серьезный вопрос в эволюции. С какой стати вдруг, из какого вида, из какого сорта, как вдруг появился человек? То есть, почему из животного развилась говорящая? Что есть в говорящем больше того, чего нет в животном? Бальсулам пишет, что преимущество человека над животным в том, в его устремлению к Творцу, к устремлению Создателя Его. И это происходит от развития искры, которая развивается в роде человеческом. В этой искре есть, ну, как обычно, у нас существует четыре вида искр. И поэтому есть разные виды людей, которые более близки к духовной работе и менее близки к духовной работе. Но это развитие искры. Если есть искра внутри желания получать, то появляется вопрос, у тебя уже есть двое, один против другого. И теперь ты можешь уже взвешивать. Что же делать? Или действовать ради желания получать, или ради искры работать. И тогда искр, то есть желание отдавать, может дать тебе очень большую прибыль для желания получать. Если бы мы были только в желании получать, мы были бы животными. Они не развиваются. Если у нас есть искра, то есть коаха отдача, сила отдачи, то тогда с помощью этой силы отдачи. Откуда началось человечество? Я, прежде всего, поймал какое-то животное, съел его вместе со своей семьей, там, из пещеры. Потом я поймал, скажем, оленя побольше и вижу, что я его уже сам не съем вместе с семьей. Половину я отдаю соседу. Но от соседа возьму, ну, не знаю, что-то он мне дает, что мне нужно. Начинаю меняться. Затем эгоистическое желание получать растет. Я уже не хочу просто так делиться со всеми. Я им дам то, что есть у меня, а они отдадут мне то, что есть у них. То есть и желание получать растет, и желание отдавать в нем растет. Тогда я начинаю умнеть и остановлюсь. Это начинается торговля с этого момента. Это уже дружище, это уже рынок до сегодняшнего дня. Мы только с этого и живем. Как ты думаешь, мы развивались? Только так и все, не больше. Идите и зарабатывайте друг на друге. Написано за счет друга. Но заработок не в этом. Заработок в том, что таким образом мы покупаем общие взаимные ощущения. И желание получать развивается только с помощью желания отдавать внутри него. Только таким образом. Если ты видишь какое-то развитие в мире в чем-то или ком-то, Проверь, откуда, из какого семени исходят лица.